сегодня я приветствую вас вот с такой вот стопочкой блокнотов расскажу для чего я их использую что здесь записано увидите не такие толстенькие пухленькие они уже все заполнены и хранят они воспоминания о моих путешествиях это мои дневники путешествий с 2011 года у меня есть и другие блокноты до 2011 года путешествий но раньше у меня был такой вот к ним подход на каждое путешествие заводила супер маленький блокнотик брала его с собой и не собирала никаких не билетов ничего мне буквально вот хватало такого небольшого блокнота где я писала куда мы поехали сколько мы потратили чем занимались что видели и так далее но потом я решила собирать все все что я вижу какие-то интересные такие моменты билетики или чеки те якоря которые возвращают меня мысленно возвращают меня в тот период а всегда путешествие то что-то приятное такое что хочется вспомнить что подарила наибольшее количество новых эмоций ярких эмоций поэтому я захотела собирать также все вот эти маленькие милые штучки и решила уже завести блокноты но начала видите с маленького это у меня потом уже не сейчас забудете замечать как они все будут расти 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 начала вот с такого небольшого маленького малескина он посвящен римова тут написано рома у малескина была такая серия сейчас не знаю если или нет по крупным городам то есть у них был по риму по нью-йорку там по милану по всем крупным городам здесь у меня он с 11 по 15 год и естественно что здесь я писала только про свои путешествия в рим время я была много-много раз рим это мой самый любимый город италии и всегда если есть какая-то возможность поехать в италию то первое что я выберу это естественно рим на втором месте у меня идет перу джам потому что это училась свое время в университете примерно один семестр потом возвращалась вновь и под учиться опять и потом возвращалась просто потому что перу джа это такая такой маленький город в италии который для меня стал вот таким вот базовым потому что первый город куда я поехала учиться в университет там тоже столько эмоций всего-всего поэтому он у меня очень отпечатался в моей памяти как вот такое вот теплое воспоминание о студенчестве и что я собираю увидите он какой пухленький малескине как вы знаете есть всегда резиночка которая закрывает блокнот но с течением времени все абсолютно резинки у малескина подпадают у меня к ним претензий нет потому что ничто не вечно но видите сам по себе ничего не отпало то есть все держится хотя с 2011 года по 15 он путешествовал то есть во всех сумках был и еще вот так вот прилично выглядит я очень люблю собирать различные как я уже сказала билетики вот это например билет на автобус различные чеки да это вот продуктовый супермаркет какие-то может быть открытки это вот леопарди видимо была выставка вот такой вот билетик это как раз из перу джем вот такой тоже билетик и здесь у меня что почему он прим называется потому что здесь есть карта рима это 2011 год если вы думаете что были всегда карты в доступе можно было всегда с навигатором ходить то нет естественно когда-то приезжал в другую страну у тебя не было интернета вот так вот по городу да поэтому очень удобно у тебя вот здесь была карта это можно было по ней ориентироваться до различные районы рима подписаны все улицы такая вот очень хорошая плотная карта города которая помогала сориентироваться на местности а дальше идут полезные телефоны вообще путешествия в те времена это совсем другие путешествия в одиннадцатом году до этого телефон был не знаю средством экстренной связи не повседневного общения поэтому здесь достаточно интересно вспоминать как же проходили путешествия в те далекие времена обычно я записываю как проходит мой день то есть куда мы ходили во сколько чем занимались если я планировал какие-то путешествия всегда когда мы ездили на неделю либо на 2 ноябрь года обычно время я ездила в ноябре каждый год и в январе я не люблю италию летом потому что это очень жарко это толпы туристов итальянцев там нет вкусной еды тоже в основном нет потому что все итальянские заведения закрыты а в ноябре уже спадает жара ты видишь настоящий город настоящую жизнь и всегда я планировала из рима поездки в другие города поэтому для меня это такой прям план план то есть ты сидишь сначала планируешь дома куда ты поедешь и потом едешь это например наклеечка из моего любимого ресторана перу джин звать дальми кокко все записи все есть это очень интересно смотреть сколько что стоило потому что открываешь чек и как будто бы не знаю опять же переносишься в те времена допустим вот ресторан донати это мой любимый ресторан время нас там всегда кормили даже вне общие часы кормления например стоило хлеб 100 евро 30 инсалата капрезе 850 инсалата мисса 450 акваминераль 280 и так далее вот на 79 евро мы поели когда тогда тоже все лежит ты все читаешь все воспоминания оживают вот такие вот печати в молесске не можно было поставить себе это вот у нас из из самолета это вот например из отеля вот такой вот целый наполненный 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 воспоминание метабилетик из-за поезда целое целое событие даже я забирала с собой вот это меню из ресторана дальми кокко что там нет что там едят кольки осимания что то что едят на написано для деле на диалекте на умбрийском и вот у тебя есть меню вот такое вот небольшое 13 евро за все ты платишь и тебе дают миллион всего вот я прямо сейчас сижу читаю и у меня до сих пор до сих пор идут вот такие воспоминания как мы там были путешествовали в общем дневники путешествий всегда всегда несут за собой какие-то приятные моменты прошлого они оживляют вот смотрите такой у меня еще толще еще больше стал молескин это прям молескин он называется для путешествий у него такая обложка как будто бы тканевая он уже побольше это не только по риму но в принципе по всем путешествиям здесь вот есть такая карта которая не воспользовалась на который нужно было наносить точки где ты был это же по такой же системе я всегда ее заполняю первая поездка здесь меня было 15 января 16 года это мы с машей ездили в сочи сочи я была только зимой потрясающий город но зимой летом я бы не хотела уехать здесь у меня есть также поездки санкт-петербург и москву тоже билеты всем здесь у меня есть из москвы вот такой московский транспорт и карточки сохранила билеты это такие билеты в на поезд в италии в общем каждая каждая страничка я вот это все возила потому что достаточно сложно толстая книжка но я постоянно ее с собой возила пока путешествовала вот такая открытка у меня есть так это что за город давайте посмотрим это город тернии вот в таком вот а это кафе вот такой вот счет приносит в такой вот таком пакетике в италии конечно там эстетика невероятная опять же это меню которое мы видели в том блокнотике естественно как это все возила я не помню потому что тяжелая навсегда багаже находилось место для того чтобы взять с собой книгу путешествий тем более мне очень нравится перечитывать что-то или смотреть на то что где-то уже был все у тебя маршруты известные ты знаешь на какие автобусы садиться куда ехать все эти советики себе выписываешь в общем очень очень классно хочу вам показать два необычных блокнота которые тоже связаны с путешествиями это девятнадцатый год это вот еще один малескин который прошит он без резиночки был без всего просто вот с таким вот кармашком это блокнотик который посвящен моей поездке в девятнадцатом году в город реконати я туда ездила на учебу со 29 июля по конец августа по 25 до по 25 августа здесь у меня тоже на каждой страничке вот я под эту поездку выделывается такой малескин и здесь писала о том где было все это приклеивала ведь у меня уже как-то длинулся мой организационный запал потому что здесь меня просто все так вставлено а здесь я уже все это вклеивала вот на эту сторону то есть на этой стороне я пишу и переворачиваешь на стороне меня все уже подписано и выглядит гораздо приличнее потому что наклеечка мои калории сгораются стыда потому что сколько я ем в италии это всегда плюс два-три килограмма ты привозишь с собой и вот такой вот у меня ежедневник здесь что я делала здесь у меня всегда приделаны какие-то чеки вот крыточка будут вот такие вот наборы мороженки может быть что то еще в общем я очень люблю все вот так вот оформлять чтобы было оформлено с такими вставочками потому что на самом деле у них очень красивый знаете вот не просто чек да там потом уже показывал какой-то там нарисованная картина до какой-то образ логотип очень все они за это заморачиваются и из этой же поездки девятнадцатом году у меня есть такой блокнот нашей группы потому что мы занимались все приехали в лингвистическую школу нас распределили по группам и вот моя группа это женщина с которой мы жили в одной квартире а это вся наша группа с нашим преподавателем мы ходили отмечать окончание учебы и что я здесь придумала я написала для них пять вопросов чтобы каждый мой одногруппник написал ответил на них или нарисовал мне что-то например скриви ли туа номера туа линго напиши своими на твоем языке и потом на итальянском она решит нарисуй что то что это а напиши одну фразу на твоем языке и переведи ее на итальянский напиши одну фразу напиши одно предложение о твоем опыте здесь при канате что тебе больше всего понравилось и поставь свою подпись если хочешь напиши мне свой инстаграм и email спасибо и я передала вот этот вот это знаете такие анкеты когда вот моем детстве было когда своим друзьям передаешь анкету тетрадки они тебе что-то там пишут какие-то пожелания решила вот этот опыт перенести на такую интернациональную нашу компанию нашу группу и поэтому каждый очень тепло откликнулся на эту идею и смотрите каждый нарисовал мне что-то написал все что я просил ответил на этих пять пунктов это всегда очень классно смотреть вспоминать каждый каждый что-то мне нарисовал написал вот так это потрясающе потому что такой взаимообмен эмоциями мнениями это у меня группа из китая смотреть так зарисовали два флажка что-то по-китайски потрясающим была группа ну учитывая что все учились месяц помогали друг другу мне кажется мы так супер сплотились человеке написал какое-то огромнейшее сочинение вот-вот-вот и все таком духе какая-то река такой вот такая картинка пожеланием не написали в общем вот такой вот необычный опыт был сайтум это я вот такая вот анкета книжка анкета опять же она небольшая я осмелилась каждого попросить мне вот что-то написать но сколько у меня впечатлений воспоминаний осталось поэтому для меня вот такие вот моменты они очень дорогие и очень ценны когда человек оставляет тебе на память что-то себе свои воспоминания или какие-то свои эмоции ты заново это все переживаешь вот такой у меня есть молецким здесь даже у него сах сохранилась резиночка он из них кожица такая гнущаяся это 13 14 год но в том же духе я его оформила посмотрите здесь у меня есть на одной стороне рассказ о том что мы делали на другой стороне всякие чеки или буклетик из какого-то музея из чего-то еще то есть все все есть даже есть чек из макдональдса какой год это 26 ноября наверное какой-то год и что мы ели вот какой-то мак-меню соком 520 брешь стоило евро 70 брешь это краса в общем вот что-то мы покупали zara вот 39 95 какая-то штука в общем все 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 вот такое собрано вот такая у меня есть тетрадка это мне подарено ведь у меня здесь даже есть рома турция милана тоже в таком духе все оформлено причем я допустим если планирую по италии поездки карта италии и куда мы поедем списке того что мы купили все еще тут наклеечками подключить потому что это очень большой такой вот очень большая тетрадь тут у меня все вмещалось опять же после системе здесь наклеиваю здесь пишу страничку открываешь ты видишь что-то делал видно сколько это все стоило и мой последний дневник путешествия это вот такая красная книга написано уральские горы и она у меня началась написано стамбул 19 года началась на двадцатом году девятнадцатом году я передала марафон этой книге то есть 19 сюда вклеила это стамбул это папа в милане и с двадцатого года тоже такая толстенькая книга в этом году заканчивается на четыре года и хватило первая поездка в этом году это мы с мамой ездили в рим здесь я решила кроме того что я вклеиваю всякие чеки или что-то еще вклеивать также по одной фотографии с поездки допустим тут мама ездили я вклеила нашу фотографию с мамой потом мы ездили с машей в питер вот у нас фотография с машей и здесь у меня это самая моя такая продвинутая версия фотография на одну поездку это даже браслетики из турции и все в таком же духе но более видите так благородно потому что толстенькие листочки последнее что было в этом году куда ездила это была москва я ездила к машин гости в турцию капибара вот такой вот у меня блокнот на этом заканчивается двадцать третий год моих поездок надеюсь конечно 24 принесет что-то интересное и каждая страничка несет о себе воспоминания приятное или какие-то были трудности когда ты их переживаешь на месте они тебе кажутся ужасными ты хочешь чтобы поскорее все закончилось а когда ты уже все это пережил когда ты это все уже преодолел то это вспоминается с улыбкой и наоборот такой ностальгией вот такие мои тетрадочки были для путешествий блокноты для путешествий для поездок делитесь как записываете путешествие вы мне кажется путешествие всегда хочется записать или просто вы путешествуете делайте фотографии на телефон пишите обязательно чао-чао